Я включил запись, поехали В одном из вебинаров я услышал, как вы рекламируете его на стеку и сказали номер телефона, но большое спасибо вам за это, так что один из номеров мне удалось установить. Ну а если говорить о достоинствах мастики, то я честно могу сказать, у меня есть несколько историй, связанных именно с мастикой, если хотите, я могу рассказать. Дело в чем, открываю страшную тайну, я включил запись, вот, и все, что вы скажете, попадет в ютуб и об этом узнает, конечно, нас круг ограничен, но в конечном счете несколько тысяч человек узнает об этом чуде мастики. Нет, я с удовольствием, я читаю, что говорить об этом нужно, я не знаю, как еще не говорить об этом мастики, когда действительно она служит, я не знаю, людям, но там не надо говорить, говорить и писать, рекламировать всячески. История вот играла, вот я расскажу, действительно, по-моему, у меня есть пару историй. В общем, короче говоря, на одном из симпозиумов, известных, который организовал Вадим Васильевич Степанов в царах России, вот был свидетелем разговора, длинного разговора Николая Владимировича Курлюмова и Валерий Александровича Далматова. Они долго спорили при мне в номере о том, ну, как, о том преимуществах мастики. Валерий Александрович сказал такую цифру, я не знаю, может, дай бог, он мне поправит, что его властико состоит из 140 ингредиентов. Ну, я так скетически тогда, как молодец, а что вполне верю, почему бы и нет. Ну, и Николай Иванович тоже заинтересовался, все, они там спорили, обмечивали ее со всех сторон, чем она пахнет и прочее. Ну, и кончилось с тем, что они порывались пойти на улицу, спуститься из гостиницы вниз, сломать ветку и замазать мастики. Интересно, как она быстро заживет. Ну, я так и не знаю, пошли они или нет, но сам вопрос был очень интересен. Ну, я так и не знаю, что Николай Иванович согласился со всем этим и взял все-таки одну бутылочку испытания. Ну, конечно говоря, потом это, я думаю, что он убедился лично в полезности этой штуки. Теперь своего личного опыта, что нужно сказать. Ну, что у меня была длинная эпопедия с абрикосами. Валерий Александрович, вот я вам говорил уже не раз, что для меня существует только Валерий Байкал, его сорта. Я влюблен в это дело, в его сорта всячески размножаю. И у меня есть король Абакан, я об этом говорил, кстати. Могу сказать, что в втором номере прошлогоднего журнала «Предсадебное хозяйство» в 22-й год, к столетию Ивана Леонтьевича, и мне удалось намечать эту очень большую статью, его паники. Считаю, что мне удалось сделать очень большое дело. Поэтому могу лично похвалиться этим. Но дело и в этом. Дело все в том, что я стал облажать уже косточками. Игорь Нарбакан. И еще Леван Леонтьевич мне сказал, что там возможны всевозможные расщепления. Вот мне это было стало интересно. И я высадил несколько сельцев при нашем храме, Покроватой Святой Богородицы. Ну просто там было место, мне уже тесно. Вот я посадил там. Вот сами знаете, что ни в коем случае нельзя кидать, накидывать снег на абрикосы. А там получилось как-то дорожка, а кидать снег некуда. Только вот на деревья. Я первый был с этим делом боролся. Ну потом, ну все равно весной, сиенцы не были. Ну, понятное дело, не вытревали по таким ссором снегу. Потом на следующий год я уже стал высадить и не стал лично ходить туда и убирать снег, откидывать. Ну куда деваться. Хотел доказать, что все-таки дело в другом. Ну и вот, я потом при снял снегопаде, я как-то это дело прошляпил. В общем, несколько дней не ходил, пока пошел. И когда снегопкинул от абрикосов, он ей, к сожалению, увидел, что очень они были сильно погрызаны мышами. Причем самое интересное, была повреждена кора 1, камбри 2 и прям уже были видны отпечатки камышей, зубов мышей, прям уже на древесине. Ну, я тогда вспомнил про чудодейственную мастику. Валерий Александрович намазал, как он советовал, один слой сделал. Потом через часа полтора вторым слой покрыл. И потом, ближе к плесне увидел, ты обалдел, честно говоря. Вы знаете, восстановилась полностью, полностью восстановилась кора. Но такого эффекта я еще не видел нигде, никогда, ни у кого. Ну и забегая вперед, могу сказать, что он всячески стал рекламировать, распределять. Уже его, каждому желающему, оклевал, оклевал, оклевал. Ну, это бы мастик у меня уже не осталось. Потом уже снова заказал лови солнечек. И вот буквально на днях ко мне пришла моя соседка, ну, как, одна сенчанка, тоже увлеченный человек, абрикосами и вообще с оголовными делами. И вот она, с уважением, подъявила слова о том, что восстановилась кора у нескольких повреждений всех деревьев. Ну, вот она тут же, из-за этого телефона, она тут же вот что-то выписывала. Ну, я написал, что я уже позвонил, чтобы он помог, да, все, ну, и вышло неспешно, что-то виновное, прям, ну, вот, очень, да. И потом еще надо добавить, что, вот, я думаю, один из моих товарищей, даже делая английскую винограду, осенью, каждый срез покрывает пластиковый лоток. Каждый срез, два слоя, все так положено. Он говорит, что весной, якобы, меньше, чем Пасха-то, ну, тогда, ну, спорю, но в том, что она ему нравится, как она работает, запечатывает наглухо. Ну, вот так вот, так что это, ну, осенью, действительно, бесстойно. Я считаю так. Ну, вкратце, как-то так, Валюсанч. Валюсанчу большое спасибо за то, что он для нас все их сделал. Так что, спасибо вам за то, что теперь, если мне телефон, могу звонить и вовремя. Ага. Ну, вовремя, все, Валюсанч, так, да. Так, сейчас смотрите, потом увидите это, ваше выступление, вот это вот, дружеское, и очень хорошее, мне понравилось, увидите потом в Ютубе. Так, теперь, я еще пока настраивался снять вот этот фильм с вами, да, вот, я просто, знаете как, огромный архив, гигантский архив, скорее всего, один такой на планете. Я набрал Долматов. Вот сейчас, пока вы не отключились, вы это увидите на экране, вам будет интересно. Я набрал шесть букв, Долмат, и смотрите, где я оказался. Сейчас я буду, как бы это сказать-то, я сейчас делаю тоже в своем роде презентацию. Пока еще несколько минут поговорю вместе, а потом пойдет то, что я называю, серия за номером два, потом серия за номером три и серия за номером четыре. Почему? Смотрите, какое у меня огромное богатство. В свое время я, когда он мне прислал эти материалы, я их напечатал в газете. Те газеты давно уже попали, сами знаете, дачные эти самые, в лучшем случае на гвоздиках в туалете, когда прошло лет двадцать, да, вот. А сейчас случилось так, что когда я набрал, говорю, господи, вот она богатство, вы не видите, но увидите потом. Первое, Лакмастика Долматова, его уникальная статья, так, и я что придумал? Я возьму, это будет другая серия, и уже с помощью компьютера, так, я возьму и буду, и этот текст, а еще многие любят уже слушать, времена меняются. И все это я его статью запишу в виде аудио, раз. Вторая статья, правда об облепиховом масле. Он тут специалист, равным нет, вот где-то я когда-то читал, облепиховое масло можно отравиться, понимаете? Облепиховое масло в свое время называли панацеей от онкологии. И передо мной уникальная статья, забытая напрочь. Времена прошли, где эта, где эта статья, пусть она была 70 тысяч экземпляров. Кто о ней помнит? Да и уже давно половину в могиле кто ее читал. И, наконец, золотой корень, соперник женщины. Еще статья, и тут я разволновался, так, вот. Сейчас я открою, продиктую его телефон, уже не вам. Вам, Александр Юрьевич, огромное спасибо. Вы сколыхнули, вернули мне в прошлое. Вот, вот я сейчас два раза нажал на кнопку и читаю. Лаквостика Долматова. Здесь написано В.А. Долматов. Адрес, это увидят не только вы, увидят сотни людей, если не тысячи. И вот адрес Ватауст, он недействительный. Человек попал в беду. Вот, теперь его там нет. Вот, в курсе, да? Поэтому наша задача, чтобы человек мог заработать деньги. А здесь его телефон, вот он, на всякий случай еще и озвучу. 8-919-332-12-19. Ему много лет, он тот же. Вот, и еще, пожалуйста, теперь я еще это самое, сейчас соображу, сейчас соображу. Так, что-то еще хотел от вас услышать, сейчас. Да, извините, можно я добавлю, пока вы будете? Да, 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 да. Дело все в том, что самое главное, что у Лаквостики Долматова нет срока годности. А она годна, вечно. Вот в чем дело, понимаете? Ну, поэтому и цены нету. А, вот, вспомнил. Вспомнил. Вы упомянули полторы тысячи. А пока вы очень добро отзывались о Лаквостики и о том, что срок годности, а перед этим, что залечивает раны, восстанавливает, вы же про цену-то ничего не сказали. А Свербор-то был из-за чего? Человек кинул у него камень. Да, 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 да. Помните? Ну, дело все в том, что понимаете, все в этом мире относительно. Господи, ну, это, я не знаю, даже полторы, прям, пускай, 200 тысячи. Но дело-то не в этом. Ну, Лаквостики, сколько бы ни было, за долго хватит. На несколько лет, как минимум. Если вы кто-то примете огромный шаг, и много вы будете экспериментировать, объем, привезти, то и все, там будет много у вас отбомок. Ну, в любом случае, я думаю, на одну бутылку, знаете, на сколько лет хватит? Это же не на один день. Да. Мало будет еще вытащить. Вот он-то все и делал. Это же не на 5 минут, не на разом, на лотом. В том-то и дело. Это грешка с неограниченной взлоком годности, да и на большой промежуток времени. Вот, пусть стоит. У меня она вот так и стоит, просто прям, прям, примоталась, занятую кисточку, плагмастик. И все, и работаю. И кисточка на месте, и бутылка. Так, значит, вы за то, что полторы тысячи, это не такая цифра, которой этот лот-мастико не стоит. Я говорю, нам, 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 наверное, на этой бутылочке хватит, у меня, да, ну, 33, вот эта, пиксикольная. Вот, что ли, у нас и не такие большие сады. Ну, да, если большой сад, ну, ладно, эти две, три бутылочки. Плюс садебные участки, да, не знаю, что там, 6 соток, 10 соток. А вполне хватит, не на один год. Хорошо. Значит. Не знаю, кто поработал, ухмалак, мастик и Далатова, я думаю, вряд ли вообще даже кипосаду на вас будет использовать. Да в том-то и дело, садовые вары пошли какие-то ядовитые, раз. Вот, сплошные подделки два. А я-то сам там, еще меня никто не спросил. Он же мне присылал коробочку, там было штук 5 этих же. Я, кстати, на экране уже, я показал эту бутылочку лак-мастик и крупным планом. Вот, залечивает раны, ТТТ, срок хранения не ограничен. Вот, мышей отпугивает, прошло-пошло. Главное-то что? Главное, оправдает ли себя. А я проверил. А я зимой сотни черенков отрезал. Да, еще добавили, Валерия Константиновна, что касаемо лака-мастик и, а сколько у него еще вообще интересных наработок, это уму непостижимо. Это вот, я не знаю, даже перечислять все не буду. Какие у него груши великолепные? Я не знаю, наверное, самая лучшая коллекция груш вообще. На Южном Урале это точно. Они же со Стинковым дружили, вместе работали, но это неописуемые вещи. Да. Попробовать это надо, не знаю, за такими людьми надо ходить и все записывать, и перенимать у них опыт. Так. Ну, к сожалению, видите, не востребован исполнитель. Очень обидно для человека, очень. Ну что, будем надеяться, что хоть поправить свои дела, страшные дела, страшная жизненная ситуация с помощью этой же продажи. Вот. Ну что, будем заканчивать. Это будет первая серия. На экране Валерий Александрович, как раз с грушами, с шикарными грушами. Вот. Да, 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 великолепные у него груши. Как вы меня заставили проснуться? Я вам благодарен непомерно. Валерий Александрович, цены нету. Я вообще, а еще если бы вы знали, какое он вино делает, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это вообще не знаю, наверное, на всех рысах, как первые места вы занимали, за воды не дали. Завалил воду. Ну, как я и водил воду вино. Уму непостижимо. Ну, вы такой вот человек, склонный сам по себе. Ну, есть такие люди. Нам надо, да, не говорить, писать, писать, и писать. Ну, как-то так, все, Валерий Александрович. Если все так, все, тогда ладно. К вашим услугам. Всего доброго. Я заканчиваю эту первую серию. Я имею в виду, благодаря нам, это будет запись. Благодаря вам, потому что вы сколыхнули мою душу. Вот. Потому что, кроме нас, друг за друга некому постоять. Вот. Да, вы правы, вы правы. А вы мою душу сколыхнули. Тоже вас спасибо большое. Господи, сколько же у нас вот таких талантливых людей. Да. Как мы разбрасываемся такими людьми. Это кошмар какой-то. Да. Да, да, да. Ой, ладно. Грустная... А как всегда грустный конец. Как всегда грустный конец. До свидания. До свидания, брат. Субтитры создавал DimaTorzok